Почему Даджжаль Масих? И почему Иса тоже Аль-Масих? Даджжаль он Аль-Масих, называется так Масих, согласно Аллаху Алим Более весомой версии, из-за колоссальной его скорости передвижения. То есть он будет передвигаться по земле с колоссальной скоростью, необычайной, потому что Аллах ему даст некоторые такие способности и возможности, которые не даны другим людям. И в том числе Аллах даст ему возможность очень быстро передвигаться по земле. Почему? По мудрости Аллах, потому что он будет быстро передвигаться, чтобы сеять фитну, чтобы сеять смуту, чтобы сеять порчу и зло на земле. Это поэтому называется Аль-Масих. Почему называется Даджжаль? Даджжаль, а слово Даджжаль, Даджжаль значит ложь. Даджжаль это не просто лжец, Даджжаль это лжец в превосходной степени. Хорошо? Даджжаль, то есть отъявленный страшный лжец, потому что он будет утверждать, что он Аллах, что он Господь. И действительно искусятся и многие люди, кроме тех, кого укрепит Аллах, потому что его искушения, с которыми явятся, действительно будут страшные искушения. И с ним будет что-то похожее на ад и что-то похожее на рай. И он будет совершать вещи такие чудесные, удивительные, совершенно необычные, сверхъестественные, которые действительно будут искушать людей, повергать их в растерянность. Но это означает, что это караматы, чудеса, которые даются праведникам, да, необычные вещи. Или тем более там адбарагин, аяты, знамения, чудеса, которые даны пророкам. Нет. Это хаварик шайтания, то есть сверхъестественные явления сатанинские, но уже такого особого уровня уже, которое даст им Аллах, для чего? Для испытания людей. Это испытание, это фитна, это проверка для рабов. Опасность его, она очень большая. Не случайно все пророки, все, начиная от Адама, заканчивая Мухаммадом, салам, все предостерегали от него, от даджали, от этой фитны, от этого искушения. И больше всех, кто предостерегал от него, Мухаммад, салам, салам, потому что после него уже, в последнее время, он появится. Пророк Алей-Салам приказал нам в каждом намазе просить в последнем ташчагуде Аллах, субханна, салам, защиты от его искушения, от его фитны. От четырех вещей, как вы знаете, да, азаби, джанам, просить защиту от мучений, ада, азаби, хабар, от мучений могилы, от искушения жизни и смерти, от искушения, от даджали, от искушения, от даджали. Потому что его фитна, его искушения, его смута, это самая страшная смута, которая когда-либо была на земле, была и будет на земле. До пасет Аллах, субханна, ва-та'але. И вот когда будет Масей даджали, когда его притеснения в отношении мусульман достигнут уже пика, вот эти вот искушения, вот этот вред, которым будет причинять это зло, вот тогда Аллах, субханна, по милости своей, низведет на землю Иса, сына Мария. Он спустится с небес, и он станет преследовать даджали, и он убьет даджали, и он избавит мусульман от этих страданий и мучений. И он возьмет власть, и он будет править на земле по справедливости, и он сломает крест, и он убьет свинью. И не останется никакая иная религия, кроме ислама, кроме предания людей, себя Аллаху, путем единобожия, подчинению шариату Мухаммада, саллаллаху алейкулсалям, вера устава Мухаммада, саллаллаху алейкулсалям. Он отменит джизью, он уже не будет принимать Иисус, алейкулсалям, никакой иной религии, кроме ислама. Будет он выносить решение по шариату согласно вероуставу религии, с которой был неспособлен Мухаммад, отправлен Мухаммад, саллаллаху алейкулсалям. Он последует за Мухаммадом, саллаллаху алейкулсалям. Он будет исчезла последователей пророка Мухаммада, саллаллаху алейкулсалям. Потому что после Мухаммада уже нет пророка. Иса уже придет на землю не как пророк. Он придет как последователь Мухаммада. Будет выносить решение согласно Исламу, согласно шариату. И как мы сказали, появится он, когда его неисхождение будет. Вот когда будет бесчинствовать Даджжал и дойдет до высшей степени его бесчинства. Почему Иса? Почему он Аль-Масих? Почему его зовут Аль-Масих? Потому что Аль-Масих, это слово Масх, то есть что? Проводить рукой. Потому что он проводил рукой, из-за его чудес, из-за знаменников Аль-Масих, по соизволению Аллаха, когда он касался, проводил рукой, то что он исцелял. Исцелял слепых, исцелял прокаженных. Аль-Масих, уходила болезнь. Поэтому Аль-Масих, то есть вот так вот, что проведение рукой, протирание. Субтитры создавал DimaTorzok